Сахарный диабет может мучить человека годами, но не проявляться, говорят врачи. Чаще всего диабетом второго типа заболевают пожилые люди, те, кто имеет лишний вес и страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из первых признаков сахарного диабета является нарастание массы тела, жажда постоянная, может быть, отмечаться зуд кожных покровов, на которые не всегда пациенты обращают внимание. Может отмечаться слабость, утомляемость, плохая переносимость физических нагрузок. Ну и одно из основных признаков, конечно, это гипертоническая болезнь, это повышение холестерина в крови. Если болезнь обнаружена поздно, оно чревато последствиями нарушения зрения, инфаркты, инсульты. У детей сахарный диабет развивается по-другому. Одна из причин – генетическая предрасположенность. Ребёнок начинает много пить, часто ходить в туалет, вставать ночью по ночам и очень сильно худеет. Это признаки, которые должны насторожить родителей. Поставить диагноз сахарный диабет очень просто. Достаточно посмотреть уровень сахара в крови. Необходимо менять образ жизни. В новом образовательном центре пациентов учат, как правильно жить с этим заболеванием, как надо питаться, какую физическую нагрузку позволить себе, как измерять уровень сахара и менять дозировку препаратов. Здесь есть разные группы и для детей с родителями, и для пожилых пациентов. Сахарный диабет считает болезнь цивилизации. Мы, собственно говоря, сами его наедаем, если идёт речь о втором типе диабета. В первую очередь, это пациенты с избыточным весом. То есть неправильное питание, избыточный вес, малоподвижный образ жизни. Сейчас очень много маленьких деток до 5 лет, которые страдают данным заболеванием. Самый маленький ребёночек, которому был поставлен диагноз, 3 недели. Чтобы пройти обучение в региональном образовательном центре диабета, надо получить направление своего лечащего врача-эндокринолога.